В Тюмени объявили победителей конкурса «Тюменская марка». Награждение состоялось накануне в ДК «Нефтяник». В конкурсе участвовали 60 предпринимателей. С лучшими пообщались мои коллеги. Все участники в зале. Номинаций в этом году не было, но были разные направления. Цифровые технологии, обучение, интерьеры, уютный дом, здоровье и красота. В течение двух дней участники конкурса презентовали свое дело и проводили мастер-классы. Никто до последнего момента не знал, чье название объявят. Мы никак не ожидали, что мы победим. Мы работали над проектом две недели последние перед «Тюменской маркой». И закончили его без пяти минут десяти утра с 16 сентября. Это прогулочные катамараны, которые могут сплавляться, плавать по озерам, по рекам. Евгению Колосову объявили в пятерке победителей. Ее проект касается туризма в палатках, но с комфортом. Мы были грантополучателем и выиграли конкурс Ростуризма и найти средства. Мы в части, да, открыли вот этот замечательный проект для того, чтобы наши граждане, наши гости города могли отдыхать на территории и с комфортом. «Тюменская марка» проводилась 20-й раз подряд. И чем дальше, тем она становилась интереснее. Я думаю, что трансформация марки неизбежно придет к тому, что границы будут стерты. Я думаю, что будут как раз принимать участие в тюменской марке предприниматели, которые смогут найти более расширенную аудиторию в столице Тюменской области, в городе Тюмени. Главный приз для победителей – это реклама и продвижение на телевидении. Для всех остальных участников это полезный опыт. На таком конкурсе можно познакомиться с работой других предпринимателей и иногда найти новую идею. Алексей Козлов и Евгений Доценко. Тюменская служба новостей.